Так, здравствуйте, дамы и господа. Продолжаем наше изучение объектно-ориентированного программирования. С синтексом Java мы благополучно закончили на предыдущей лекции. И сегодня у нас будет еще один пример создания, соответственно, объектно-ориентированной программы. Предыдущим примером у нас была программка для процедурной генерации разных картинок. И мы ее разрабатывали в стиле, который называется «снизу вверх». То есть мы сначала писали конкретный код, потом его обобщали, выделяли из него общие части и так далее и тому подобное. Как хотите. Сегодня мы с вами попробуем сделать... В конце включите, пожалуйста, свет. Совсем темно. Сегодня мы с вами попробуем сделать настольную игру и спроектировать ее в стиле «сверху вниз». То есть мы начнем с определения самых общих вещей, а потом только будем наполнять их какой-то конкретикой. Вы проиграли свет. Очень печально. Вот. У нас будет настольная игра для двух игроков. Вот. Соответственно, что же у нас должно быть в настольной игре? Поле. Что? Так. У нас должно быть поле. Ну, традиционно это называется доска. Давайте себе заведем интерфейс доски. Борд. Так. Что еще? Игрок. Еще должны быть, видно, игроки. Звучит довольно логично. Давайте себе заведем... Нет. Интерфейс. Да, разумеется... О, подождите. А где я это начал все делать? Мне не нравится место, где я начал это все делать. Нет. Я это планирую делать в гейм. Тут. Окей. И мне, собственно говоря, вероятно, понадобится сама игра. Как будет устроена... Так. Где трансляция идет? Игра. Я ее создам от поля. Ну, собственно, давайте себе заведем игру. Ты не выключите, я подойдешь, Станин. Ты не работаешь. Очень жаль. Давай, ты умный, что ты сделаешь. Можешь просто выключить. Так, давайте закончим обсуждать цвет. Спасибо. Окей. У нас будет игра на доске. У нас будет игрок один. И игрок два. Еще и окна открыть. Попробуйте выключить цвет с окнами. Открыть. А, это интересный план. Окей. А если у нас игра больше, чем на двух игроков? Что? Ну, вот пока у нас игра на двух игроков. Не волнуйтесь. Там всякие шашки, шахматы дают и прочее подобное. Окей. Сделаем ему конструктор. И что должна игра уметь делать? Че, давайте так. Нет. В целом, она должна уметь играть. В первую очередь. Поэтому я ее создам. И, соответственно, пока что у меня нет ничего. Поэтому я передам три нуля. И попрошу, чтобы она сыграла всегда. Вот. И я, видимо, захочу узнать, кто выиграл. Резал. Окей. Ну, вот она как-то поиграла и выдала какой-то результат. Так. Соответственно, мы... Ну, давайте проанализируем. И у нас бывают варианты. Кейз 1. Саунд. Рост. Плеер 1. Тут выиграл первый игрок. Вот. В случае 2 выиграл второй игрок. Очевидно. Ну, и бывают ничьи. Ну, окей. Скажем, что это случай 0. Соответственно, у нас случилась ничья. И тут произошло что-то непонятное. Такого быть не должно. Поэтому мы бросим здесь assertion error. Сказав, что это неизвестный результат. Резалт плюс резалт. Вопрос. Нельзя создать просто... ЕНАМС, который первый победил, второй победил. Можно, но с ЕНАМС, если мы еще познакомимся, не волнуйтесь. Пока мне вот так нравится. Окей. Ну, давайте проверим, что будет, если это запустить. Смотрите. Эта программа уже запускается. И говорят, что у нас случилась ничья. Ну, окей. Давайте подумаем, что нам нужно, чтобы организовать игру. Значит, сначала, вероятно, должен сходить кто? Первый. Первый игрок. Звучит более чем разумно. Окей. Ну, давайте попробуем понять. Вот игроку, чтобы сходить, что нужно? Передать ему доску? И попросить сходить? Доска, я боюсь, будет слишком интеллектуальная штука. Там на ней можно делать всякие ходы, двигать фигурки и все такое проще. Начнем с player view. Вот. Да, ему нужно передать какую-то информацию о текущей позиции на доске. Давайте мы назовем это position. Так, это будет все еще. Интерфейс. Мало ли, как мы его решим реализовывать-то. Пока что, вот, писать мы планируем код в game. Окей. Значит, у нас будет player 1. Make move. Вот. Соответственно, откуда мы возьмем текущее, соответственно, состояние? Да, мы должны спросить у board get position. Окей. Так, это, очевидно, нам вернут position. Отлично. Смотрим дальше. Так. Что должен вернуть нам make move? Он, вероятно, должен нам вернуть сделанный ход. Правда ведь? Файн. Так, окей. Определим, кто такой move. Давайте пока он побудет у нас интерфейсом. Так. Соответственно, make move это, очевидно, метод игрока. Мы ему даем позицию, он нам выдает ход. Хорошо. Что мы теперь должны сделать с этим ходом? Применить его к доске. Да, мы его должны применить к доске. Именно поэтому я не хотел передавать игроку доску, потому что тогда бы он смог на этой доске делать несколько ходов подряд. Было бы как-то не слишком красиво. Окей. Давайте мы тоже сделаем make move. От move. Вот, что мы ожидаем получить по результату входа? Корректность. Ну, вообще говоря, у нас, наверное, что-то может произойти с игрой. То есть, корректность, некорректность это интересно, но да, игра может закончиться каким-то из способов. И, соответственно, ну, либо она может продолжиться. Давайте заведем себе какой-нибудь game result. Так, значит, game result. Тут просили перечисления. Давайте заведем себе перечисления. В Java перечисления типизированы. Вот, то есть, у него есть честный тип game result. У него, конечно, есть при желании номер и название, но мы используем экземпляры самого по себе перечисления. Как может закончиться типичная настольная игра? Так, текущий игрок, тот игрок, который сейчас делал ход, мог ее выиграть. Окей, вин. Дальше. Мог проиграть. Мог проиграть. Луз. Могла произойти ничья. Могла произойти ничья. Так. Можно продолжить игру. Что? Продолжить игру. Ну, да. Ну, да. Окей. Звучит довольно разумно. Так. Итого, board make move будет делать, соответственно, возвращать нам результат этого хода. Хорошо. Ну, давайте подумаем, что мы знаем о результате. Значит, если win, то что нам нужно сделать? Return 1. Return 1. Отлично. Если lose, так, return 2, окей. Если ничья, да, вот так, return 0, здравствуйте, отступы. И, соответственно, если неизвестно, нет, то у нас игра должна продолжаться. Окей. Ну, давайте ее будем продолжать. Дальше что должно произойти? Походить второй. Должен сходить второй игрок. Окей. Так. Ну, в целом, можно заметить, что move, как таковой, нам, наверное, не очень сильно нужен. Поэтому мы ее можем сделать вот так. Так. Здесь сделаем player 2. Так. Это будет result из общего соображения 1. Это будет из общего соображения result 2. Вообще result так-то вам тоже не очень сильно нужен. Что? В вашем желании можно запихать. Да, можно запихать. Но, возможно, я захочу сказать, что я не знаю, что это такое, поэтому пока что лучше так. Окей. Тогда здесь 2. 2. Здесь 1. Здесь 0. Так, а если ничего не произошло? Play. Нет, я боюсь, если мы здесь не вызовем play, то мы потенциально породим бесконечную рекурсию. Вайл рекурсия бесконечная, только если игра бесконечная. Да, но, тем не менее, стект конечный. Вайл рекурсия. Вайл рекурсия. Даже уже будет как-то себя немного играть. Правда, очевидно, что вот этот вот код и вот этот вот код, это прямо, скажем, один и тот же код. Да. Поэтому давайте мы сделаем буквально следующее. Мы здесь скажем, какой игрок у нас играет. И его номер. Здесь первый. Тогда здесь номер текущего игрока. Здесь и минус номер текущего игрока. И в целом можно сделать функцию make. Move. Ага. Интеджер с большой буквы. Неожиданный эффект. Хочу ли я? Окей. Крейс. Unknown. Соответственно, ретурн минус один. Значит, как-то нехорошо. Ок. Значит, это будет make. Move. Мне все еще говорят, что, возможно, я рассмотрел не все варианты. Здесь сделан ретурн 0. Вот. Если бы перечисление было объявлено прямо в этом же классе, то Java могла бы понять, что я использовал все возможные варианты. Но так как оно объявлено в другом месте, то не получится. Поэтому я напишу default. И throw you. Еще один assertion error. Соответственно, вот и результат. Правда, непонятно, почему он теперь результат один. Вроде бы он теперь результат без привязки к конкретному пользователю. Ок. И, соответственно, да, теперь я всегда возвращаю int. У меня в этом месте все хорошо. Это мне не понадобится. Эти две переменные я за inline. И, соответственно, если... Make move. А. Все-таки result 1 понадобится. Result 1. Ок. Если result 1 не равняется минус 1, то... Return. Result 1. Ок. Немного копипаста у меня останется, но, прямо скажем, поменьше. Так, а здесь игрок номер 2. Правда ли, что я сейчас запущу и все сработает? Да. Почему нельзя в игроке хранить его номер в игре? Потому что вот вы игрок, допустим. У вас нет номера. Вам можно как игроку дать позицию на доске, и вы скажете, что вы планируете в ней сделать. Номер явно не присущи вам, как игроку. Почему вы не храните, типа, ссылку на текущего игрока и его номер в отдельной переменной, и менять игрока после каждого входа? Ну, да. Я примерно то же самое делаю, только я его передаю вместо того, чтобы плодить отдельные переменные. То есть, тогда две проверки условия и две переменных подрезал, насколько мне известно. В смысле, вот это и это, то у меня будет, типа, два присваивания, и это, ну, так... Одно на другое примерно одинаково. Ок. Продолжим исследование вопроса. Что у нас будет происходить дальше? Да, если я сейчас запущу, мы сыграем во что-нибудь? Нет, а почему? Вот, потому что я планирую вызывать на всяких разных вещах какие-то методы, и, соответственно, извините, так как у меня board null, player null и так далее, то ничего не сработает. Ну, давайте заведем себе игроков. Null player. Implements player. Что он там, говорите, должен уметь делать? MakeMove. Ну, он null player, поэтому он возвращает null. Звучит довольно разумно. Так. Теперь давайте сделаем, соответственно, null board. Implements board. Что должна уметь делать? Ага. Значит, позиция, он будет говорить, что у нас null. Результат, ну вот, можем тоже оставить null. И давайте посмотрим, что у нас случится. Мы их не создаем. А, да, мы их забыли создать. Более точно, я их забыл создать. Давайте создадим. Значит, у нас прекрасное... О, подождите. Так, я где-то что-то неудачно заинлайнил. А, нет, все нормально, да. Так, в нашей замечательной игре на доске ни о чем будут играть первый игрок ни о чем. И второй игрок ни о чем. Так, у меня все перестало вязать. Ну, случается так. Почему бы нет? Окей. Так, у меня все еще null pointer exception. Да. Теперь у меня сломался свитч. Свитчи в Java можно делать, как мы обсуждали, по примитивным типам. Можно делать по строчкам, не равным null. И можно делать по перечислениям, как мы видим здесь. Так вот, что у нас здесь? У нас result null. Это, конечно, весьма печально. Какое мы можем логичное значение указать? Unknown. Мы, конечно, можем сказать unknown. Правда, игра тогда у нас не закончится. Ну, давайте проверим, что она не закончится. Так. Ну, вот она. Пошла. Играет и не заканчивается. Поэтому давайте скажем, что у нас случилась ничья. Давайте скажем, что кто первый ходил, тот победил. Ну, ок. По просьбе трудящихся, соответственно, первый сходивший игрок выигрывает. Очень веселая у нас игра. Окей. Нет, смотрите. У нас какая-то совершенно абстрактная игра на двух игроков. Мы про игру вообще еще ничего не знаем, кроме того, что она на двух игроков. Это совершенно нормально с точки зрения класса игры. Ему совершенно все равно, в какую конкретную игру играть. Окей. Давайте теперь определимся, во что мы так и будем играть. А играть мы будем в крестике-нолике. Давайте все разведем. А, вот, можно я так сделаю. Так, нет, борт я хочу. Я его реализую. Так, тик. Так, то. Борт. Прекрасные. Крестики-нолики. Три на три. Так. Значит, там буду возвращать позишн. Я заодно и интерфейс позишн тоже реализую. Благо в нем пока ноль методов. Его можно реализовать довольно бесплатно. Окей. И верну, соответственно, здесь себя. Ну, просто реализация. Так. Ну, давайте. Что? Какое у меня есть состояние у игры в крестике-нолике? Три на три. Станя клеток. Окей. Да. То есть у меня есть какие-то клетки. Ну, давайте себе заведем опять же перечисление. Назовем вот цел. Скажем, что это перечисление. Окей. И что может быть в клетке? Пустая. Так. Она может быть пустая. Вот. В ней может быть крестик. Вопрос. И в ней может быть ноль. Давайте я ее назову. Для краткости. Е. Х и О. Ауч. Е. Х и О. Такие простые вещи. Окей. Значит, мы продолжаем играть в крестике-нолик. Так вот. У меня есть, очевидно, поле. Окей. Мне хватит массива. Соответственно, поле у меня будут из клеточек. Вот так. Фью. Размером три на три. Для общих соображений у меня замечательное поле. Так. А, ну, в любом случае, мне его придется проинициализировать. Где я его буду инициализировать? Да. В конструкторе. О. Окей. Так. Давайте мы скажем вот так. Фью. И нужно его чем-нибудь заполнить. Давайте. Фью. Так. Это row. И arrays. Фью. В соответствующей строке у нас будет, соответственно, cell empty. Вроде звучит довольно неплохо. У меня больше инициализаторов. Что? Нет. Нет. Не надо инициализаторов. Окей. Давайте поймем, что... Вот нам передали какой-то ход. Что такое ход с точки зрения игры крестов и норики? Позиция, куда поставили. Что? Позиция, куда поставили и кто поставили. Или что поставили. Окей. Кто это? Значит, давайте мы его превратим в класс. Private. Значит, у меня будет кто, чем входит. Cell value. Private. I not need. Row и... Column. Которую я вот так вот нагло сокращу. Что, куда и сколько, так сказать. Нет. Недостаточно. Можно я все выделю? Спасибо. И, очевидно, я их буду доставать. Поэтому сгенерирую им всем геттеров сразу, чтобы не мучиться. Ок. Что мне говорят? Да. Ну, тоже может быть файл. Все совершенно справедливо. Хорошо. Продолжим следование. А, да. Еще, кроме текущего поля, что у меня есть на самом деле? Ну, кажется, да. А, у меня есть то, чем ходит текущий игрок. Соответственно, private. Ну, будем обозначать его тем же самым символом. И назовем, чей это ход. Я не помню, кто ходит первым. Пусть будет первым ходить крестики. Хорошо. Кажется, E это не крестики. Ой, E это не крестики. Да, X это крестики. Хорошо. Так. Так, make move. Ну, давайте начнем. Правда ли, что нужно сделать вот так? Значит, у меня field от move get row. Соответственно, move get column равняется, соответственно, move get value. Хочется проверить, что get row, get call в правильной диапазоне, а get value не E. Да, совершенно справедливо. Более того, вообще-то хотелось бы проверить, что get value это тот, чей сейчас ход. Вот, да. И в противном случае у нас игрок, которого, очевидно, доска никак не контролирует. Там нам вернет integer min value два раза. И мы упадем с ошибкой. Нехорошо. Окей, давайте мы напишем функцию isValid от move. И сразу же решим, что произойдет, если нам передали некорректный код. Исключениями, почему? Что? То 4, тот проигрывает. Отличный план, мне нравится. Если вы пытаетесь джульничать, то вы проиграли. Окей, так. Сюда передали нам move. Final, спасибо. Окей, ну давайте проверим. Значит, что мы хотим? Мы хотим, чтобы, ну вот, соответственно, move get row находился в диапазоне от 0 до 3, не включительно. И, очевидно, мы хотим, чтобы то же самое случилось с get row. Что? Нас крестики нолики 3 на 3, не волнуйтесь. Может, константы делать странно, а 3, да. Вот, и, соответственно, turn равно-равно и move get value. И еще она ходит в пустую клетку. Что? В пустую клетку. А, и отличный план проверить, что мы ходим в пустую клетку. То есть, if field от move get row, move get call равняется empty. Да, вот, причем, очевидно, вот эта проверка уже безопасная, потому что я проверил, что здесь у нас все в нужных диапазонах. Окей, и, соответственно, у меня, да, чтобы ходили правильно. Вообще говоря, увидев вот этот код, вы должны, и вот эту строчку, вы должны сказать, что я не очень прав. В самом случае, поступая не слишком последовательно. Да, ну, я сравниваю объекты на равно-равно. Это и номераторы. Вот, но это, соответственно, да, элемент перечисления. И элемент перечисления в Java гарантирует, что каждый из них существует ровно в одном экземпляре. Поэтому для них equals и равно-равно это одно и то же. И для перечисления сравнивать их на равно-равно совершенно нормальное дело. В отличие от всего остального. Еще такой другой вопрос. Если мы допускаем ходы только текущим крестиком или ноликом, зачем ему передавать? Ну, если мы все равно допускаем только один у нас... Ну, мало ли он захочет проиграть по какой-то причине. Или завтра у нас будет игра, когда вы можете ходить произвольным. Смотрите, взимодные крестики и нолики. Вы можете поставить любую фигуру и, соответственно, вам должны дать противнику такую позицию, в которую он не сможет выиграть ни крестиками, ни ноликами. А вот во втором игре. Тоже забавная вещь. Да. У нас же по логике игры мы спрашиваем первого игрока, получаем ход от первого игрока. Так. Только как его обработали, мы получаем ход от второго игрока. Да. Вы хотите тогда хранить терн, если можно просто ставить сразу тот ход, который сделался. То есть нам терн не нужен, потому что он всегда правил. Что ж, вы хотите приколотить побольше знаний гвоздями. Я хочу приколотить поменьше знаний гвоздями. Завтра мне захочется, и будут они ходить как-нибудь странно. Это их проблема. Окей. Очень странно тогда, что вы постулируете, что у вас три на три. Потому что мне так хочется. На самом деле, в конце вы узнаете, почему мне так хочется на данный момент. Окей. Соответственно, правда ли, что теперь все хорошо в MakeMove? Что? Да. Тут логично написать не из-вэлит. Так. Что еще? Ну, наверное, нужно проверить, закончилась игра. Да, не помешало бы проверить, что игра закончилась. Окей. Ну, давайте проверим. For int. Так, это будет номер строки. r меньше 3, r плюс плюс. For int. С r не с нулю. c меньше 3. c плюс плюс. Так. int. count. 0. Значит, если, соответственно, field от row column равняется тому, кто сходил, то, соответственно, count плюс плюс. Окей. И здесь, если мы насчитали 3, то что случилось? Так, return win. Так, значит, если counter внутрь он. Окей. Окей. Что говорите? Как паста говорите. Переставим местами 2 цикла. Вот. Я считаю, что теперь по столбцам. Что? Диагональки еще. Да, еще есть две диагональки. Окей. Если field от 0, 0, соответственно, равняется turn. и field 1, 1 равняется turn. И field 2, 2, то мы опять же выиграли. Узнаете свой код? Да. Так, значит, тут 2, а тут... А, тут все еще 1, а тут 0. Отлично. Так, теперь это все? Ну, не надо возвращать. Так, окей, return. Что? Unknown. Так. Теперь все хорошо? Нет, ничего еще. А, так, когда у нас случилась ничья? Когда все коллеги приняли. Окей. Что говорите? У нас же есть цикл по этому поводу, и он даже почти как надо устроен. Переменные, правда, нужно наружу вынести и сравнивать с e. И, соответственно, если count равняется 0, то случилась ничья. Так, что еще? Нет, нет, нет. Так там все хорошо. Если у меня нет пустых клеток, то, видимо, случилась ничья. Если при этом никто не выиграл. Так, теперь-то точно все? Вроде да. Ну, боюсь, что нет. Чего еще забыли? Ну, проигрыш, да. На твоем ходу довольно сложно добиться проигрыша. У нас get position есть. Get position есть. Он возвращает себя пока что. Так, в нем ноль методов, то нас устроит. Смена хода, так сказать. Да, совершенно верно. У нас пока что играют только крестики сами с собой. Правда, поочередно обоими игроками. Это тоже, наверное, довольно интересная игра, но очень быстро заканчивается. Поэтому, окей, значит, у нас turn. Это если сейчас ходили, соответственно, крестики, то, вероятно, это нолики. А иначе это такие крестики. О! Ну вот, теперь вроде все хорошо. Нужно игроку передавать, чем он ходит? Нет, чем. Чтобы он, когда делает ход, он... Ему position передали. Там хранится вся информация, которая ему требуется для того, чтобы сделать ход. Он как-нибудь сам потом решит. Ну, то есть, мы перейдем к игроку, поймем, что ему надо. Пока что нам особо ничего не надо. Так, ладно. Давайте я чуть-чуть облагорожу это безобразие. Ну, например, назову это... Спасибо. Чек. Вин. Ну, кстати. Ну, что, идейка отлично сделала... О, да, теперь здесь можно... Ааа, меньше кода! Нет, подождите. Ммм... 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 Да. Чеквинин по чеквине. Поверьте, а? Да, прекрасно. Почему у вас проверка на ничью в чеквине? Нет, подождите. Это диагональки будет. А, это диагональки. А, это диагональки. А, так. Ок. А теперь, соответственно, это будет из общих соображений... Чек-дро. Ну, а дальше все не очень интересно. Так. Что мне тут подсказывают интересного? А, был слишком сложный? Смотри, термин не слишком сложный. Теперь у нас есть два других слишком сложных. Это да. Но это мелочи. Ок. Так, теперь мы можем начать играть в крест-кинолики. Ничего. Никто bored. Ок. И давайте мы сделаем случайного игрока. Random Player. Так. Implements Player. У него будет генератор случайных чисел. Это класс JavaUtilRandom. Он его все сделает. Так. И что он должен уметь делать? Он должен вернуть какой-то ход. Ну, ок. Return. New Move. Что нам нужно? Номер строчки. Это мы умеем. Значит, нам нужно целое число до трех. Так. Номер столбца из общих соображений это то же самое. Вот. А здесь нужно передать какое-то значение. Откуда мы его можем взять? Из позиции. Ну, единственное место из позиции. Давайте сделаем. Позиции. GetTurn. Это случайно игрок, но все-таки он ходит тем, что нужно. Да. Он будет ходить чем нужно. Ок. Вот. И, разумеется, теперь у меня board. То есть, он, в случае, тик-так-то board проиграл. Ему нужен метод getTurn. Ой. Ну, давайте мы ему сделаем. Возвращать он будет, очевидно, turn. Ок. Что у нас еще интересного? Ну, board. Что? Ну, board. А он не реализует позиции, поэтому ему все равно. Он, так скажем, на своей волне. Вот. Ок. Случайный игрок отличным образом будет ходить. Так. Давай. Да, собственно говоря, null board, null player нам больше не нужны. Так сказать, отжили свое. Зато теперь мы можем, да, два случайных игрока. Random player 1, new, random player 2. Отличный же план. Вот. Да, кажется, нам в игру нужно добавить логин. Давайте мы сюда добавим флажочек true. И скажем, что мы хотим лог. Вот. Добавим сюда. А игрок не будет, как-то место, куда нельзя уже поездить. Сейчас мы как раз это обсудим. Давайте мы посмотрим, что у нас происходит. Так. Добавим сюда, да. Переменную лог. И давайте решим. Значит, если... Так. Прежде чем сделать... А, окей. Если мы решим что-нибудь логировать, то давайте скажем, какой ход совершил игрок. Игрок. Бага у нас такой есть. Окей. Есть. Значит, выведем. А, окей. Давайте выведем сначала, что у нас игрок. Ой. Player. Ну, соответственно, номер игрока. Чего пустая строчка не помешает. Окей. Выведем ход для того, чтобы это нормально работало. Что нам нужно сделать? Да, нам нужно генерировать для класса move toString. Давайте мы его себе сделаем. Так. ToString. Ок. Return. Так. Что у нас будет? Я воспользуюсь string-форматом. Значит, это будет move от... Кого? Что? Куда? И куда? Окей. Что? Это, очевидно, value. Row. Давайте мы приличные люди. Ой. Тут плюс разумеется. Ок. Значит, куда он сходил? Хорошо. Хорошо. Что он будет с стандартным одесским ToString, который он делает сам? Ну, если он достаточно хорош, то да. А если нет, то нет. Окей. Выведем, значит, куда он сходил. Из общего соображения мы хотим вывести доску. Правда ведь? Board. И нам тоже придется сделать ей ToString. Здесь мы, очевидно, будем вводить что-нибудь в цикле по-всякому. Поэтому заведем себе StringBuilder. Нет, не StringBuffer, а StringBuilder. Забываем. Так. Ну, в первой строчке все понятно. Будет ничего. 1, 2, 3. Так. Дальше нам нужно пройтись по строчкам. r от нуля, r меньше 3, r плюс плюс. Ой, квадратные скобочки, это я погорячился. Окей. Значит, мы добавим номер текущей строки. r плюс 1? Да, r плюс 1. Мы приличные люди. Вот. После чего пройдемся по всем, соответственно, клеточкам. И добавим, ну, что у нас в этой клеточке. А, так. Цел. Так. И return. Да, sb toString. Да, здесь не помешает sb append. Соответственно, system. LineSeparator. Да, и здесь, очевидно, тоже append. SystemLineSeparator. Ок. Звучит как план. Так, что нам здесь хорошо предлагают? Интересное мнение, но нет. Нет, это что-то идейка примудрила. Окей. Давайте посмотрим. А, нет, я еще не все вывел. Не очень интересно. Так, у нас еще должно случиться в game. Где наш game? Господи, сколько всего там. Так, и, соответственно, result это... Result. Так. Ок. Смотрите, что у нас, значит, произошло. А, ну вот да, видим, что E для пустых клеточек не очень удачно. Вот, ну давайте сделаем чуть получше себе. Будем выводить разные символы в зависимости от клеточки. Как бы вы это сделали? В enumie вы можете, конечно, пытаться для каждого переопределить ту стрингу. Вам придется определить три метода. Звучит не очень хорошо. Мап создать от enum. Да, отличный план. Мы себе создадим константный мап. PrivateStaticFinalMap Из, соответственно, цел в стринг, допустим. Вот. И, соответственно, цел в стринг. Мап. Оф. Будет неизменяемый мап. Что? Будет неизменяемый мап. Да, зачем нам его менять? Ну, то есть в процессе игры менять отображение поля это интересный вариант, но может и нет. Так, значит, в случае крестиков мы будем ставить крестики, а в случае ноликов мы будем ставить буковки О. Ок. Хорошо. По просьбе трудящихся, вместо ноликов мы будем ставить нолики. Да. У нас же в enum есть уже определенный toString. Есть. Нам только в одном месте, в нашем случае, нужно было... Ну, уже в двух, потому что тут... Ну, ладно. Мошечка. Вот. Ок. Значит, пер... Да, я забыл его поиспользовать. Значит, здесь будет, соответственно, цел в стринг. Get. Отцел. Ну, там, конечно, будет ну, но это мы проиграли. Ок. Первый входит в 1-3. Ну, действительно, сходил в 1-3. Ничего не понятно. Второй сходил сюда тоже пока ничего не понятно. Какая-то у них партия происходила. И внезапно игрок проиграл. Почему он проиграл? Потому что он походил как-то не очень удачно. Вот. Давайте все-таки игроки не будут делать плохих ходов. Как ему проверить, что его ход неплох. Посмотреть все ходы. И он на тебе доступно случайно. Посмотреть все ходы. Ну, потенциально ходов может быть довольно много. И непонятно. Давайте мы просто спросим, оправдываешь, что наш ход валидный. То есть мы себе заведем move. Так, стойте. Я хочу вот из этого сделать себе переменную move. Ок. Значит, если position is valid move. Ну, или просто is valid. Благо мы знаем, что у нас такой метод уже есть. Мы его просто заодно и в позиции определим. А в board, нашим конкретным, всего лишь на все нужный блог будет сделать паблик. Ок. Так. То мы его вернем. А в противном случае? Повторить. Повторить. Отличный план. Wild room. Так. Давайте посмотрим на наших замечательных случайных игроков. Так. Ну, судя по всему, дело закончилось. О, нет, смотрите. Нольки выиграли. Упорно играли и выиграли. Ок. Получается, что последние ходы могут быть очень долгими. Ну, очень долго будет просто в андоме есть нужное течение. Это, конечно, правда. Есть такие спецэффекты. Но в 3 на 3 очень долго не будет. 1 на 9. Вот, да. Соответственно, мы отожданием... А, нет, вы еще не обязаны уметь считать. А, нет, в школе, наверное, жучили. О, посмотрите, а здесь крестики выиграли. Отличная игра идет. Давайте сделаем еще каких-нибудь игроков. Больше игроков хороших и разных. Значит, у нас есть игрок. Последовательный игрок. Нет, тест не хочу. Секуэн кончалплеер. Вот. Он будет... Что делать? Будет пытаться... И равняется 0, и меньше... А, ну, по строчкам сначала идти. Благо он знает, что их 300 штуки. R++. С равняется 0. С меньше 3. С плюс плюс. Ок. Соответственно, создадим ход. Move. Это новый ход. Ага. И значение. Так, а значение мы берем из позиция. Return. И если это корректный ход, то... Соответственно, его вернем. А если мы не нашли ни одного корректного хода, что случилось? Ну, все странно такое. Да, нас... Мы не должны были попасть в такую ситуацию. Окей. Throw new. Assertion error. Ну... 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 Ок. Так. Кто выиграет? Случайный игрок? Случайно. Или последовательный? Как пойдет. Скорее всего, последовательный. А, вот. Мы можем сначала начать с двух последовательных игроков. С ней вроде бы все довольно понятно, что произойдет. Нет. Они будут заполнять, пока первые не выиграют. Вот. Окей. И если у нас здесь какой-то случайный, то в игре будет некоторая случайность, разумеется. Кто у нас выиграл? Вы... Нолики были упорные и выиграли. О, тут случилась ничья. Вот. Тут... А мне борьба была интересной. Окей. И дальше у нас будет... Сделаем человеческого игрока. Так. Что? Окей. Так. Значит, здесь будет рэндом флеер, а здесь будет нью хьюман флеер. Так. Да. Я его хочу здесь сделать. Что он там должен... Соответственно... Make move. Ок. Private final. Так. Он должен откуда-то читать ходы. Давайте я ему, допустим, сканер скормлю по этому поводу. Он их оттуда будет как-нибудь брать. Окей. Соответственно, нужно ему, вероятно, вывести текущее состояние. Давайте мы его выйдем вот так нагло. Вот. И попросить ход. Окей. Значит, return. Так. Давайте напишем. Who у нас ходит? Get. Окей. And you move. От... Что? In next end. In next end. Да. Пользователю хочется увидеть минус единички здесь. И позишн. Катторн. Отлично. Проверять болидность данных мы не будем? Нет. Так. Нужно сделать какой-нибудь сканер. Сделаем себе здесь сканер от SystemN. Так. Что? Ага. А, так. Подождите. Ага. Вот наша доска. Так. А можно я после нее не буду ставить лишнюю пустую строчку? Иначе получается какая-то неприятность. Тик-так. Отоборд. Ок. Сб. Делит от Sb. Length. Минус. System. Line Separator. Length. Окей. А, это начиная отсюда и до конца. Окей. А, окей. Можно просто поставить setLength. Не мучиться. Что я так сказать. А, только сначала нужно. Вот так. А потом, разумеется, с B2String. Ок. И, соответственно, да, забыл, бывает. В Human Player давайте укажем, что это текущая позиция. Так. Уведем здесь для профилактики пустую строчку. И давайте перестанем логировать. Соответственно, game. А, не game, а main. Все настройки у нас находятся в main. Оно тут все решает. Давайте попробуем сыграть. Так. Давайте сходим в центр. 2-2. Окей. 1-1. И, соответственно, 3-3. Да. Против случайного игрока выиграть довольно легко. Ок. Теперь давайте посмотрим, что у нас, собственно говоря, получилось. Получилась у нас буквально следующая схема. Так. Я хочу увидеть, что вы будете видеть на доске. Так. Значит, у нас есть игра. Отсюда начинается. Вот. У нас есть, соответственно, класс игра. О ком она знает? Она знает об интерфейсе игрок. Соответственно. Борьер. Соответственно. И она знает о доске. Отсюда. Борьер. Вот. Так. Ну вот что-то она про них, про обоих знает. Отсюда. Ок. Так. Ну, теперь мы знаем, что у нас есть нескольких игроков. Это, соответственно, случайный игрок. Random Player. Это последовательный игрок. Sequential Player. И это, соответственно, случайный, последовательный и, собственно говоря, человеческий игрок. Human Player. Реализация. Вот. Всего этого дела. Что? На камере ничего не видно, я думаю, вообще. Давайте изучим этот вопрос поближе. Да нет. Вроде что-то видно. Особенно, если увеличить в фуллскрине. Хотя и не очень четко, надо признать. Буквы не видны даже отсюда. Оттуда это нормально. У вас маленькая. Вы должны смотреть сюда. По плану. Кстати, можно включить свет, и наверх и станет лучше. Нет. Это проблема проектора. Такая качественная. Окей. Так. Значит, про доску. А, кстати, давайте я ее немного в другое место передвину. Я ее передвину вот сюда. Вот. Здесь у нас может, ну вот, если реализация в данном случае, Тик-так, Полбор. Так. Что общего знают доска и, соответственно, игроки? Позиций. Да, у них тут есть позиция. Ну вот, и тот, ну и Борг про него что-то знает. И, соответственно, игрок про него тоже что-то знает. Так, какие у нас еще есть сущности? Давайте посмотрим список классов, которые у нас есть. Ну, целое-то, понятно, всем неинтересно. У нас есть еще как минимум Му. Кто про него что-то знает? Так, про него знает доска и игрок что-то знает. Окей. Вот, что? Вроде у нас же позишн проверяет Му на болидность. Еще раз. У нас вроде позишн проверяет Му. Окей, да, и позишн тоже что-то знает про Му. Давайте вот так нарисуем. Вот, и есть Мейн, который что-то знает про него и вот этих вот всех. Не очень аккуратно у меня получится, но что поделается. Вот, теперь давайте обсудим, а что у нас поменяется, если мы захотим сыграть, ну, что-то, собственно говоря, изменить. Что нам потребуется изменить, если у нас будут какие-то новые игроки? То есть новый стратегический игрок, который анализирует ситуацию на доске и сделает хорошую свою точку зрения фото. Мы добавим один класс туда и все. Да, мне нужно добавить новую реализацию класса плеер и больше вообще ничего не поменяется. Окей, неплохо. Еще реализацию борда нужно будет поменять, чтобы третья игроку просто участвовал. Чтобы что? Нет, это новый вид игрока, который выигрывает текущую позицию. Окей, то есть для того, чтобы мне сделать такое изменение, мне нужно банально добавить еще один класс, и для того, чтобы ввести его в игру, что еще нужно будет поменять? Да, еще мейн, но нужно, ну, он должен знать, что такой игрок существует, потому что должен его создавать. Ну, то есть очень маленькое количество изменений. Хорошо. Что мне потребуется поменять, если вместо крестиков нолика мы начнем играть в шахматы? Бор. А что только не понадобится. Нет, класс, который типа как бор, нужно будет другую как бор. Новый класс. Окей, да, нам, ну, очевидно, шахматы не пользуются доской 3х3 из крестиков ноликов. Окей. Нужно будет цел поменять. Что? Цел, ну, крепко. Цел это какая-то деталь реализации, давайте не будем о нем, она не слишком интересна. Хорошо, мув нужно будет поменять. Да, мув, ну, там будет фигура, соответственно, откуда и куда, тоже вполне ожидаемо. Что? Position. Да, у нас какое-то состояние доски, что там происходит, ну, и, разумеется, нам придется игроков. Разумно, что если у нас меняется игра, ну, окей, если у нас глобально меняется игра, то старые игроки навряд ли смогут в нее играть. Получается, нужно реализация игроков, а не интерфейс игрок поменять, да? Да, совершенно справедливо, именно реализация игроков, интерфейс игрок, все не слишком интересно, но, на самом деле, нам, да, когда мы сделаем выигрыш у игрока, нам все-таки его в position нужно добавить способ получить информацию о текущей ситуации на доске. Мы сейчас вызываем ту стринг, что не очень хорошо, вот, но это стоило сделать уже давно, давайте мы его сделаем, соответственно, у нас будет cell, get cell, int, row, int, column. И, соответственно, у нас мы это в тик-так-топ-борде, давайте сделаем, реализуем этот замечательный метод. Так, return, соответственно, field от row и column. Достаточно ли нам такой реализации? Нет, потому что игрок может получить cell и поменять в нем что-то, нет? Нет, это ссылка на экземпляр перечислимого типа, вы, это не ссылка на место, где он хранится. Это самое, ну вот, одно из трех возможных значений. Что произойдет, если он тут выйдет за пределы, и что? Сломается, но с другой стороны, это сломается игрок. Он с тем же самым успехом может там обратиться к нулевому полю, словить нулпоинтер, эксепшн и так далее. Это точно не проблемы позиции в данном случае. Окей, и в такой форме, ну по модулю, что такое cell, что там, вероятно, появятся всякие разные шахматные фигуры и все такое прочее. Этот cell для шахмат, ну вот, такой интерфейс position для шахмат тоже вполне себе подойдет. То есть, опять же, вроде бы поменялось много всего, но тот, кто организовывает создание игр, ему все равно. Тот, кто играет в игры. А, кстати, да, я забыл, что мейн, разумеется, знает про гейм. Потому что он его опять же создает. Вот, то поменяются ровно те, кто вот что-то должны реально знать полезное про игру. Сложно играть в шахматы, если ты не понимаешь, что это за игра в шахматы. Ну и ситуация на доске тоже меняется. Окей. Вот, что нам нужно будет, соответственно, поменять, если мы захотим сделать, например, множество игроков различных. В гейме нужно будет менять количество игроков. Что? В гейме, по-моему, количество игроков. Ну вот, в гейме, да, есть фиксированное количество игроков, в данном случае три штуки. Ну, это будет либо массив создать игроков. Либо, кстати, мы это можем назвать two-player game. Так сказать. Почувствуем, что это игра на двух игроков. Вот, да. Мы можем себе сделать больше числа игроков, и нам нужно будет как-то определить, как они ходят. Но всем остальным в этот момент тоже будет достаточно все равно. То есть смысл такого дизайна, который получился, в том, что при любом конкретном изменении мне нужно поменять только отдельные классы. У меня нет такой ситуации, что маленькое изменение в одном месте тянет огромные изменения во всем приложении, которое есть. Вот, я могу менять игры, я могу менять правила ходов, вот, могу добавлять игроков и так далее и тому подобное, и все это делать совершенно независимо друг от друга. У меня нету кусков кода, которые, ну вот, знают про все, единственное такое, куском кода можно назвать class main, но которому нужно эту игру организовать, и как следствие он вынужден, разумеется, знать во всех реализациях, которые использует. Без этого у него ничего бы не могло получиться. Вот, в целом, это как раз хороший признак при дизайне объектно-ориентированных приложений, в том, что под каждое конкретное изменение нам хочется менять в нем немного, а какие-то только очень отдельные части. Есть ли вопросы? Если нам понадобится несколько досок, мы тоже мало поменяем. Окей, давайте обсудим, да, что будет, если мы играем на нескольких досках по каким-то правилам. Мне, на вскидку, не приходит в голову ни одна игра на нескольких досках, поэтому подскажите что-нибудь. Биатлон. Нет, биатлон. Досках у меня как-то не ассоциируется в голове. Морской бой. Что? Морской бой. Морской бой, он не очень понятно в каком смысле на нескольких досках, но в некотором смысле, да, у каждого своя доска, и на нем что-то происходит. Окей, ну на самом деле тоже особо ничего не изменится. Нам нужно будет поменять класс гейм, который теперь будет знать, что у нас вот эти есть две доски, и как игроки с этими досками взаимодействуют. Вот, опять же, все остальное менять не придется. То есть, это очень хороший гибкий дизайн, который позволяет нам менять весьма и весьма мало, но при этом адаптироваться под кучу совершенно разных настольных игр. Вообще говоря, если у нас две доски, мы можем просто переименовать класс board в класс table, запихав и дать все для самой игры, не зависящей от игроков. Это тоже вариант, и тогда, соответственно, у меня будут методы типа выдать позицию для игрока с таким-то номером в каком-то смысле. То есть, у нас, в чем отличие от всех предыдущих игр, которые мы рассмотрели, это игра с неполной информацией. То есть, мы хотим, чтобы разные игроки обладали разной информацией об игре. Ну ок, будем им выдавать разные позиции, которые содержат ровно ту информацию, которую им необходимо знать и не содержат той информации, которая им не требуется. О, игры с неполной информацией, пожалуйста. Кажется, что это для любой игры, которая в последовательной ходе. Что? В последовательной ходе. Ну так, ну есть, бывают игры, которые как бы одновременно... Ну, внезапно, что мне мешает запустить make move на двух игроках параллельно. Жаю поддерживать параллельность, мы с этим познакомимся более подробно на втором курсе. Там, к сожалению, все не так тривиально, как хотелось бы. Но довольно легко мы можем написать, да, что, типа, кто сделал первый ход, тот, типа, молодец. А что для этого нам придется поменять? Геймы. Да, нам придется поменять геймы и все. Вот, то есть, опять же, это какие-то очень локальные изменения. Хорошо, давайте какие-нибудь игры, основанные на картах, и сделаем, что неизвестно, что находится на руке у конкретного игрока. Как мы это можем внедрить? Просто это игра с неполной информацией, по сути. Да, это игра с неполной информацией, то есть нам нужно будет отдельно хранить. Кстати, а можем ли мы доверить игроку хранить информацию о том, вот, чем он располагает? Нет, ну, нет. Нет, почему? У него резко труды появятся. Ну, да, потому что он эту информацию явно захочет манипулировать тем-либо иным способом. Вот, плюс сейчас в нашем дизайне у игрока нет внутреннего состояния. То есть ему дают текущую позицию, он говорит, как собирается в ней сходить. И никакого промежуточного состояния, соответственно, нет, оно нам особо и не нужно. Стратегия. Что? Стратегия. Ну, окей, у него может быть какая-то насчитанная стратегия, он может планировать при же... То есть игрок знает, что у него вызывают мейк-мув на последовательных полях, и если он захочет, он сможет что-то внутри у себя кэшировать. Почему бы и нет? Вот, то есть отличная гибкая схема, хотим много игроков, пожалуйста, хотим вот говорить о синхронной, пожалуйста, хотим игры с неполной информацией, тоже все отлично, живым образом работает. И каждый раз мы меняем не слишком большое количество квадратиков. Что, прямо скажем, весьма и весьма приятно. Вот, к сожалению, сейчас мы еще не прошли дженерики в достаточной степени для того, чтобы, например, полностью отвязать, что игра будет совершенно все равно, на какой доске какие игроки с какими ходами играют. То есть мы бы могли сказать, что вот у нас есть игроки, которые умеют играть в такой-то позиции. У нас есть доска, которая умеет выдавать такую-то позицию. А, да, и у тех и других есть тип для конкретного хода. Ну, понятно, что этой информации, если нам известно три конкретных типа, мы просто можем скомпоновать игру, и нам не важно, какой конкретный тип хода, какой конкретный тип доски, какой, соответственно, конкретный тип позиции, все это отличным образом будет работать. Но вот на данный момент, да, написать на столь обобщенный код мы не можем, но у нас еще будет лекция по дженерикам, после нее мы даже это сможем сделать. То есть просто класс game на самом деле не будет даже знать ничего об интерфейсе плеера. Ему это будет неинтересно. Он будет знать, что доска умеет порождать что-то, что можно отдать плееру. А какой там конкретный интерфейс, ей все равно. Вот, это будет с позиционом, и это будет с мувом. Ну да, у борда будет, да, какое-то взять состояние доски для игрока. Тоже будет совершенно, вероятно, по номеру совершенно нормальное дело. Того отличная, очень гибкая схема. Вопросы? Ок. Тогда домашнее задание. Вот, вам нужно будет на базе того, что мы сегодня сделали, реализовать игру МНК. Это крестики-нолики, коврят на доске МНН. Почему-то у меня забыта скобка, извините. Так бывает. Да, поэтому у меня тройки сейчас там везде прибиты. Окей. Дальше. Нужно добавить обработку ошибок ввода пользователя. Потому что, ну, пользователь может ошибиться, это нормально. Сейчас что может произойти при ошибке пользователя? Он проиграет. Он может либо проиграть, либо еще что-то, ну, какие, что может случиться. Да, у нас может случиться иллигал инбут эксепшн, и он, конечно, тоже проиграет. Но вместо с ним проиграет наше приложение. Это нехорошо, то есть нужно защититься от ошибок наших игроков. И если игрок совершает ошибку, то нужно говорить, что он неправ, с одной стороны. А с другой стороны, соответственно, если это человек, то человеку допустимо. А, все нормально, вы видите. То человеку допустимо делать ошибки. Мы регулярно ошибаемся. Вот. И в этой ситуации нужно ему сказать, что он был неправ. То есть добавить обработку ошибок. Далее. В простой версии она вас не интересует. Вас интересуют сложные версии. Вы должны осуществлять проверку выигрыша за ОБОЛЬШОЙ ОТКА. Подумайте, как это сделать. И вы должны уметь предотвращать джулинжес. Смотрите. Сейчас я могу сделать буквально следующее. Четинг. Плеер. Так, что говорите? Тик-так-ток-борд. Соответственно, это взять позишн. Нагло его закаспить. И что говорите? А, окей. Я понял, как он сейчас будет устроен. Он будет устроен буквально вот так. Так. Если позишн, то board make move. По-моему, отличный план. А все остальное ему не потребуется. Ну, по-хорошему, нужно было бы сохранить какой-нибудь вход. Окей. Ну, давайте сделаем final. А, нет. Значит, у нас будет move first. Так, значит, если position is valid, если first null, то, вероятно, его нужно проинциализировать. First равняется null. Ну, а в противном случае мы его сделаем. Так. Здесь исходно null. И вернем мы все остальное. Ну, давайте попробуем сыграть. Так, случайный игрок против жулика. Ну, ай. Он не прогрессируется за то, что ставит в клетку, которого что-нибудь там. Что? Он не прогрессируется за то, что ставит в клетку. А я забыл это проверить? Нет, тут position is valid. Вот так, L куда-то. А lock ключев не надо? Что? Lock ключев не надо. А, да, я боюсь, что сейчас мы не... Окей, второй игрок выиграл, это довольно ожидаемо. Но давайте все-таки посмотрим, как он выиграл. В смысле не второй игрок, а первый игрок. Он же случайный. Нет, он валибный. Подождите. А-а-а-а. Он за тех ходит, за этих ходит. У него все вообще очень... А, окей. А где три вряд ли? Нет, на самом деле понятно, что... А, нет, сделать ему make move нельзя. А где три вряд ли? А, он сделал некорректный ход. Не тем типом, к сожалению. А, вот, тем не менее, но очевидно, что это те вещи, от которых мы хотим защититься, что вот он тут берет и нагло делает множество ходов подряд. А, вот, ну, в частности, да, если бы в борд у нас была какая-то скрытая информация, то он бы мог ее оттуда добыть и все такое прочее. Понятно, что это совершенно не... Ну, с реальной точки зрения некорректный вариант, поэтому вот у него не должно быть никакой возможности достать из интерфейса position доску, в том числе вот таким способом. Вот. Об этом, собственно говоря, второй пункт. И для особо желающих, бонусная версия, нужно сделать игрока-виннер, который выигрывает всегда, когда это возможно. Можно опрос? Да. Какие отличения на МНК? Что? Какие-то МН и К. А, вот, на доске 5 на 5 в игру в 6 в ряд выиграть будет довольно невозможно. Вот, если бы в битнейн хотя бы влезет. А, да, вы, разумеется, ну, то есть, вы можете рассчитывать, что вам там хватит памяти на то, чтобы похранить доску, то есть, вам не нужно хранить состояние доски где-нибудь на диске и все такое прочее. Нет, они какие-то разумные, но предполагать о них что-то заранее вы не то чтобы умножите. А, как пятный пункт согласуется с добавлением модификации к задачи? Как это согласуется? То есть, если у нас появится модификация к задачи, то, наверное, там какие-то правила подняются и на руку пристанет. Скажем так, если вы его так и напишите, то вам придется менять не сильно многое. Если внезапно она поменяется настолько, что это что-то сильно изменит, то мы с вами это отдельно обсудим. Примечание – это для тех, кто все сдал и кому нечем заняться. Если у вас не все сдано, то лучше сдавать то, что у вас не сдано. Примечание, словим, сдало 0 человека. Ну, я бы сказал, что-то в районе 0,75. Один человек на четверти, один примерно на половину за пару лет. Поэтому не то, чтобы рассчитывать, но желающие могут, у кого есть время, могут попробовать свои силы. Вопрос, пожалуйста. За сколько должен работать винар? Что? За сколько должен винар думать? Ну, он должен работать за разумное время, чтобы с ним можно было человеку играть. Человек думает. Что? Ну, да. Вот, но, понятно, вы мне, конечно, можете написать код, который просто перебирает все возможные варианты и сказать, когда он отработает, он выдаст корректный результат. Вот, но с учетом того, что будет не всегда ясно, что, господа, потише, пожалуйста, чуть-чуть, не всегда ясно, что быстрее наступит тепловая смерть Вселенной или окончание работы вашего хода, то это не будет считаться корректным решением. Вопросы? Окей, если вопросов нет, то у меня на сегодня все.